Вы молодцы, что пришли сегодня сюда. Благодарю вас за то, что вы остаетесь верными, потому что мы демонстроители, многоразличные благодати Божьи, а демонстроители требуются, чтобы они оказались верными. И эта верность, она на самом деле проявляется во всем, что вы делаете, во всем, как вы делаете. И вот сегодня я как раз хотел говорить, я начну и закончу одними словами, которые сказал Джон Пайпер, один из ваших проповедников. Он сказал, что наши дела не являются основой нашего спасения. Наши дела, они являются свидетельством нашего спасения. Они не являются основой, но они являются демонстрацией. То есть, когда мы спасены с вами, мы делаем другие дела. Мы, может быть, ошибаемся, об этом сегодня будем говорить. Может быть, мы делаем какие-то неправильные вещи. Может быть, мы делаем какие-то вещи, о которых люди притыкаются. Бывает такое. но мы должны стремиться к тому чтобы демонстрировать свое спасение именно таким образом и может быть знаете иногда просто поблагодарить человека за то что он делает это многого стоит я просто за просто пример я проповедую не знаю почему господь не поместил в больницу сначала я не знал да потом понял то что проповедовать это израильтяне может быть у нас с божьей помощью появится служение и в городе лот ваши соседи еще одна женщина оставила свой номер телефона мне это просто русской библии и дать мы договорились что мы с ней встретимся я просто заметил как одна женщина ухаживает вы были у меня в палате выдели там лежат сосед как она за ним ухаживать на все его не его не подруга не 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 родственницы никто она просто приходит за ним ухаживать они постоянно цапаются он к ней не очень хорошо относятся его все раздражать его понимаю я сам раздражался на все две недели когда у человека болит все у него болит постоянно представляете дачу компутировали ногу не усупали и и он на все раздражается чтобы он не сказал его все раздражает но она все равно приходит она за ним ухаживает она его купает она приносит ему еду она перестилает ему постель ей просто сказал пару тебя очень большое сердце и господь тебя вознаградится она сказала спасибо потом я свидетельствовал одной медсестре о том как я покаялся и она слушала сидела рядом то прошла ко мне сказал а во что вы верите я сегодня дал библию почитать игры сходить на что мы во что мы верим вот тебе евангелие от его почитать она взяла почитать мы уехали сюда поэтому раз кого-то у меня будет что пустое именно это нужно почитать но вы знаете ее как бы очень многим людям в мире которых мы видим достаточно иногда просто или нам достаточно заметить что они делают и понять что на самом деле всего чего им не хватает это иисуса христа потому что знаете всегда задают вопроса как проповедовать тому кого все хорошо ну бывают такие люди вдруг все хорошо у них бизнес строится нормальные отношения классные с людьми и там слава у все здоровы в семье у них вот ну ни в чем не нуждают как им проповедовать вот таким людям проповедовать нужно что еще было бы лучше если бы он познал иисуса христа потому что зачатки вот этого помнить как писание написано что если язычники будучи по природе свои злые соблюдают это только либо чем и которые познали бога лично и поэтому наши делали сильно даже демонстрировать наше спасение иногда люди уже демонстрируют свои добрые дела и кого-то единственное кого не хватает это бога в жизнь и мы должны этого бога им показать об этом была проповедь у пастора вениамина на прошлой неделе я с удовольствием два раза переслушал пробовать это монтировала потом когда уже смонтировал послушал ее еще раз по почте была помазанная группа действительно у меня коснулось очень сильно то что он говорил тем более что я знаю их ну вот так говорить их христианскую деятельность я знаю может быть вот шесть лет как я покаялся дайду этого я знал через пастора лидера они об их существовании что у них реакцентом это люди преданные не тоже верны